Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Скорсова Екатерина и сегодня предлагаю посмотреть самый коротенький обзор о прочитанном завтра и ведущем месяц. Я забыл умереть Халила Рафати. Реальная история человека, сумевшего побороть наркозависимость и из бездомного наркомана превратиться в миллионера, рьяно следящего за своим здоровьем. Бомбическая, нереальная история становления конченого наркомана-человеком, написанная в любимом американцами жанре. Сначала все плохо и ужасно, герои рыдают, читатели тоже, а потом дерьмовые. Жизнь превращается в сказку, где все рады и счастливы. Книга наполнена, нет, даже переполнена грязью, безразличием наркотиками, алкоголем, кровью и блевотиной, но несмотря на это не вызывает вращения. Напротив, история затягивает и погружает в этот мир. Читать интересно и увлекательно и браво автор за смелость исповедоваться в таком, в чем не каждый сможет признаться себе самому. Костя Джонатана Келлермана. Анотация, на которую я купилась, обещает психологический триллер от реального профессора психологии, где два гения сыска будут искать маньяка, совершающего виртуальные убийства. И что же я получила на самом деле? Средненький детективчик, где все события плавно переходят от одного к другому. Трупы всплывают один за одним, но никто никуда не спешит. Хваленные гения сыска мягко говорят так себе. Ну а если честно, амебоподобные сыскари другого и не приходят в голову. Ведут расследование, как будто не людей убили, а колесо у разбитой машины открутили. И как результат развязка получилась средненькая, не вызывающая удивления, восхищение и других подобных положительных эмоций. А самым запоминающимся событием стало обнаружение первого труба и костей человеческих рук. А ведь это 23-я книга цикла про гениального детектива. Даже страшно подумать, какими были предыдущие 22. Когда дыхание растворяется в воздухе, иногда в судьбе все равно, что ты врач по лакаланити. Еще одна реальная история жизненная, это трассвачание ирохирурга, умирающего от рака. История удивительная, трогательная и вдохновляющая. Еще раз показывающая и доказывающая, что никогда не надо сдаваться и отказываться от жизни, от того, что ты больше всего любишь в этой жизни. Историю, которую читаешь на одном дыхании, но не забываешь очень долго. Историю в жанре нового магического реализма учить Джека Бенедикта. Главный герой Алекс Перус – маг-провицатель своего рода всевидящего ока будущего сия планеты Земля. Да что там планеты всего магического мира, всей вселенной волшебства. Так вот, этот самый главный герой является владельцем небольшого сувенирного магазинчика в Лондоне, где торгует магическими безделушками. Почему, спросите вы? Да потому, что в прошлом он напотачил и рассолился с белыми и черными магами и был изгнан из высшего общества этих самых магов. Да и вообще, прошлое Алекса теперь, внимание, это загадка. Тайна за семью печатями, скрывающая невероятно трагическую судьбу героя. Алекс возит дружбу с девушкой Лондоной, которая очень интересуется магией. Но девушка эта отнюдь не проста. Да и как иначе, в виде Алекса, тот еще фрукт. Кстати, сейчас это была ирония в чистом виде, потому что о таинственном прошлом главного героя упоминается чуть ли не на каждой странице. Но что это за прошлое, что за тайны она хранит, непонятно. Не знаю, может быть, автор просто не придумал еще это самое таинственное прошлое или делает это намеренно, чтобы заинтриговать, но получается обратный эффект. Лона проклята и каждый, кто к ней прикоснется, пожалеет об этом и поплатится своей жизнью. Именно Лона нежданно и негаданно однажды находит ценный артефакт, который... Ой, это невероятная тайна будущего. Дальше на сцену выводятся другие маги, которые обращаются за помощью к Алексу, и, следовательно, мега-важный, сверхмощный и таинственный магический артефакт. Но главный герой всех отправляет в освоясь, а запрешает самостоятельно разузнать, что же за диковину взбудоражило весь магический мир. Мне кажется ли у меня действительно эта история сейчас получилась гораздо интереснее, чем у автора? Напишите об этом в комментариях. Все вышеозвученное это все, что есть интересного в книге, умещается менее чем на страницу формата А4, но никак не на целую книгу в 400 с лишним страниц. Дальше вы уже все правильно поняли. История очень слабенькая, большинство происходящих событий притянут за уши. Герои картонные, безликие и магические миры как разбросанные кусочки одной картинки, которые невозможно собрать в одно целое, потому что больше их части просто нет. И еще эти бесконечные напоминания о таинственном прошлом Алекса. Скучно и неинтересно, но обложка красивая. Культовый роман Сюсакуин до молчания. История о еще одной грани вживлении христианства в иную веру, в иную культуру. История о том, как миссионеры отправлялись в Японию, дабы распространить и поддержать свою веру в чужой стране. Но ни для кого не секрет, что религия всегда была неотъемлемой частью политики. И правительство Японии не желало видеть христиан на своей земле. Жесточайшие пытки и издевательства были наказанием для тех, кто не хотел подчиниться правительству и следовать его указаниям. История очень глубокая, воворачивающая всю подноготную человека и определенного времени в целом. И, пожалуй, чтобы хоть капельку прочувствовать это и представить, что происходило, книгу надо прочитать. И еще две книги, на которых я сегодня не буду заострять особое внимание, так как недавно подробно рассказала о них в своем марафоне 24 часа чтения. Это «Пустая могила Джонатана Страуда» и «Змеиный перевал Брэма Стокер». Обязательно проходите вот по этой ссылочке, чтобы посмотреть мой первый марафон. Это были все книги, которые я успела прочитать в предыдущем месяце. Если вы уже читали какие-то из этих книг, обязательно пишите в комментариях, понравились они вам или нет. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!